Долгожданную первую «Ласточку» на станции в Гагре встретили торжественно с праздничным концертом, угощениями и абхазским вином. Перед тем, как приступить к ежедневной перевозке пассажиров, были проведены тестовые рейсы и учтены все замечания специалистов. А рейсы в республику стали возможными благодаря договоренности с руководством российских железных дорог. Приезду сегодняшнего поезда предшествовала работа на протяжении одного года в тесной связи с Минтрансом России, с РЖД. Мы и Абхазская железная дорога договаривались о том, когда можно будет восстановить хождение электропоездов. На протяжении последних 30 дней было два пробных заезда. Поезд приходил без пассажиров для того, чтобы проверить всю нашу инфраструктуру. Состояние инфраструктуры было оценено как хорошее. Скоростной электропоезд «Ласточка» будет курсировать с несколькими промежуточными остановками. Так как это первый поезд, еще не успели предоставить информацию о необходимом объеме. В ближайшее время мы ожидаем, что он будет заполнен до 80-90%. На текущий момент там 360 пассажирских мест. До 2019 года загруженность этого поезда достигала иногда 90-95%. Так что у нас очень большие надежды на этот поезд. Что для многих людей пересекать государственную границу в поезде комфортабельном, где есть кондиционирование воздуха и прочие условия, будет намного удобнее и проще, нежели переходить границу пешком. Чтобы запустить «Ласточку», необходимы были масштабные работы по всему пути из Сочи до Гагры. Как рассказал помощник генерального директора Абхазской железной дороги, вся инфраструктура была подготовлена в строгом соответствии со сроками. Как известно, этот электропоезд, он «Ласточка» инновационный, высокотехнологичный. Высокие требования технические предъявляются к инфраструктуре, где он курсирует. И нами были восстановлены цепи электрические, стыковые, межрельцевые. Была проведена работа по тяговым подстанциям определенная. Была проведена масштабная работа по очистке габарита. Планируется ли запустить «Ласточку» до столицы? По словам Актая Хасириши, такие планы, безусловно, есть. И работа ведется уже сейчас. На первом рейсе «Ласточки» прибыло 60 гостей республики. Путешествие их очень порадовало. Чисто, внутри прохладно, температура прям достаточно комфортная. На «Ласточке» в принципе я первый раз ехала, так и первый раз сюда. Было очень комфортно. То есть удобные сидения, температура в вагоне прохладная, то есть не жарко и не холодно. То есть все было комфортно, все очень понравилось. Достаточно быстро мы приехали. То есть не успели очнуться, а мы уже здесь. Время «Ласточки» в пути около трех часов. Билеты на электропоезд можно купить в ЖДК сах дальнего следования. Там же можно ознакомиться с ценами на билеты и расписанием рейсов.